Спасибо за возможность выступить на таком интересном форуме и поделиться небольшим опытом, точнее результатами анализа послеоперационных осложнений. Как правило, традиционно принято говорить об успехах наших. Мы сделали такую-то операцию, излечили столько-то пациентов, а вот как-то вопросы осложнений часто уходят на второй план. Поэтому мы решили поделиться своим опытом результатами анализа послеоперационных осложнений у только город и пациентов, которых включили в исследование. Если говорить о метастазах позвоночники, то это основная проблема, с которой сталкиваются все спинальные хирурги, он к ортопеду в частности. Это, скажем так, категория пациентов, при лечении которых возникает самое большое количество вопросов. Когда оперировать, что делать, какой объем оперативного вмешательства необходим данному пациенту. И эта категория пациентов очень сложная ввиду того, что у примерно каждого пятого из них с метастазами в позвоночнике развивается неврологический дефицит, и пациент перестает самостоятельно передвигаться. С этим увеличивается и количество осложнений. Самая большая проблема возникает в том, что в большинстве случаев пациент поступает к спинальному хирургу уже достаточно поздно. Либо когда есть глубокий нижний парапресс с нарушением функций тазовых органов, еще хуже, когда нижняя параплегия, когда результаты функциональные значительно улучшаются. Если говорить о послеоперационных осложнений, то масштаб частоты этих осложнений даже по данной литературе поражает. Частота развития, по мнению разных авторов, варьирует от 2% до 50%. Если мы будем говорить о послеоперационных осложнениях у онкологических пациентов, там частота еще и выше, однако единой статистики нету, поскольку большинство центров представляют результаты собственных исследований. Какие же проблемы существуют в настоящее время? Проблема в том, что повсеместно наблюдается тенденция к росту числа гнойно-сектических осложнений. И, конечно, я рад, что у наших коллег в предыдущем докладе осложнений значимых вообще не было, но это вызывает небольшое удивление. Почему? Потому что, вероятно, мы говорим на разных языках, и каждый под осложнением понимает что-то свое. Следующий вопрос, который мы должны оценить. У нас нет регистра осложнений. Почему? Потому что внутрибольничная инфекция, давайте не будем об этом говорить. Это не очень хорошо, но вместе с тем мы, анализируя результаты, точнее неудачи свои, должны планировать лечение и в последующем избегать этих осложнений. Отсутствует четкая терминология. Что мы будем понимать под осложнением? Нет единой классификации, нет стандарта введения. В данном случае я говорю о классификации осложнений в онковертебрологии. Сколько этой проблемой мы занимаемся? Если говорить о результате большого мета-анализа, который был проведен американскими коллегами, на круг получилось 16% осложнений. Это все локализации, все категории пациентов. Что мы говорим о классификации осложнений? Наиболее признанная классификация, которая используется в хирурге, это классификация Клавьен-Диндо. Есть разные модификации, но тем не менее. Градация достаточно простая. От минимального осложнения, когда не влияет ни на течение заболевания, ни на сроки госпитализации и лечения, до летального исхода. Есть промежуточные варианты. Требуется фармакологическая какая-то коррекция, требуется реоперация под местной подобщей анестезией, либо осложнение становится угрожающим для жизни пациента. Наши японские коллеги адаптировали данную шкалу для онкологических пациентов. Можно посмотреть, что структура достаточно логична. И, скажем, рекомендации по коррекции видений данных пациентов это просто небольшой такой клинический пример. Рамперсоты коллеги свои предоставили свой вариант, свое видение. При этом под осложнением они понимали состояние, которое возникает вследствие операции непосредственно или опосредованно. И изменять сроки ожидаемого выздоровления пациента. Но при этом коллеги наши предлагают такую градацию малые, средние и большие осложнения, связанные со сроками лечения пациента и последствиями лечениями. Если говорить о онкологии, то мне больше импонирует классификация послеоперационных осложнений, которые предложили Кларкс авторы. При этом можно посмотреть, что осложнения не разделяют просто по своей структуре на раневые осложнения, неврологические и так далее. Схема представлена. Если мы будем говорить о частоте развития отдельных осложнений спинальной хирургии у пациентов, которые приоперированы по поводу опухоли, то нарастание неврологического дефицита частота достигает 4%. Повреждение позвоночной артерии составляет 0,03%, аорты – 5%. Повреждение пищевода – 1,5%. Ликварея – это бич всех спинальных хирургов, которые все боятся осложнения – 2,5%. Нагноение послеоперационной раны – 10%. В нестабильность металлоконструкции частота достигает 40%. Это стремление к имплантологии в современной медицине. Частота венозного тромбоэмболизма достигает 22%. Это каждый пятый пациент. Послеоперационная летальность, я согласен с автором, это необходимо считать осложнением, составляет 4,5%. Какие же факторы повышают риск развития послеоперационных осложнений у пациентов с метастазами в позвоночнике? Конечно, это индекс Корновского 40-мини. Лежачий пациент – это всегда пациент, у которого есть крайне высокий риск развития осложнений. Лежачий пациент – это неврологический дефицит Фрэнк-ЛЦ, глубокий нижний парапорез и ниже. Наличие выраженной сопутствующей патологии, иммуносупрессия, наличие генерализованной формы злокачественной опухоли, метастатическое поражение легких печених головного мозга, а также лептаминидиальный консерматоз, проведенное ранее облучение зоны оперативного вмешательства, гиперваскулярный характер метастаза, продолжен рост опухоли после проведенного ранее комбинированного или комплексного лечения, повторное оперативное вмешательство, интероперационное повреждение спинного мозга, инцидентальная дуротомия, костельный режим наличия нарушений функций тазовых органов, полежней, аномия, тромбоцитопения, гипопротеномия, коглопатия, водно-электролит нарушения, спектр очень широкий. В нашей работе мы поставили следующую цель изучить частоту и проанализировать структуру осложнений после хирургического лечения у пациентов с метастазами в позвоночнике. Материалом для исследования послужили данные о 222 пациентах, которые были прооперированы. Это первичные пациенты, которые поступали на лечение с данной патологией. Доминировали среди них мужчины. Возраст варьировал от 22 до 83 лет. Лет медиана составила 59 лет. В анализируемой группе преобладали пациенты, страдавшие раком почки, молочной железы, пристательной железы, рака легкого. По структуре оперативных вмешательств все-таки преобладали пациенты, которым выполнялась декомпрессивная операция. Продолжительность операции варьировала от 30 до 425 минут. Медиана 145 минут. Объем интероперационной кровопотери варьировал от 100 до 6,5 минут. Летедяна составила 350 миллилитров. По результатам, осложнения после операционного периода развились у 23% пациентов. Число осложнений у пациентов варьировало от 1 до 5. Всего у 52 пациентов было выявлено 85 осложнений. У 34,5% возникли осложнения неинфекционного характера, у 59 неинфекционного характера. У 6 смешанного характера. По нашим данным, наиболее частым осложнением инфекционного характера была пневмония неинфекционного тромбоза глубоких вен нижних конечностей. При операции по поводу послеоперационных осложнений были выполнены 8% пациентов. Послеоперационная летальность составила 2%. Если говорить о причинах смерти, то ими служила тромбоэмболия, легочная артерия двух пациентов и полиорганная недостаточность. Если мы проанализируем частоту развития отдельных осложнений, то получится следующее. Пневмония и раневые осложнения составили 4%. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей 3-6%. Нагновение послеоперационной раны с диастазом 2%. У 4 пациентов, это 2%, послеоперационного периода развилась нижняя парапригия как осложнение хирургического лечения. Частота тромбоэмболии в легочной артерии составила 2%. Гематома послеоперационной раны была выявлена у одного пациента. И хотелось бы остановиться немножко больше на тех редких осложнениях, которые мы встретили в своей практике. Это глубокое перепротезное нагноение у пациентки, которое выполнялось допротезирование тела позвонка вследствие метастаза рака легкого. Причем осложнение развилось через 2 месяца послеоперативного вмешательства на фоне лечения постинекционного абсцесса ягодичной области. Это потребовало выполнение дренирующей операции в последующем. У одной пациентки развился тромбоз правой подмышечной артерии. Это пациентка, которая выполняла страстаракальное удаление метастаза ракомолочной железы в грудных позвонках. И осложнение было связано с проведением, по нашему мнению, гормонотерапии на фоне лечения и позиционным фактором укладки пациента во время операции. И у одной пациентки развилась фибрильная метропения четвертой степени. Но эта пациентка была оперирована по экстренным показаниям, поскольку клиника с давлением спинного мозга у нее развилась на фоне проводимой химиотерапии. скажем так, на заключение позвольте не останавливаться, поскольку это все было уже отражено ранее. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Утомились уже, наверное, да? На самом деле, доклад я хочу отметить в том плане, что проведен очень такой доскональный анализ литературы, во-первых. И второй момент, то, что затрагивают подобные вопросы. Я считаю, что мы, ну, наверное, наиболее честно себя позиционируем относительно наших коллег, относительно наших пациентов и относительно себя. То есть мы достаточно критично оцениваем свой опыт. И, в общем-то, те хирурги, те коллеги, которые касались позвоночника, прекрасно понимают, о чем идет речь и насколько это тяжелейшая категория больных, когда мы действительно после операции можем получать тяжелейший нейрологический дефицит. Это действительно сложная отрасль. Спасибо. Да, конечно. Спасибо за то, что Вы выбрали такую тему доклада. К сожалению, в отечественных конференциях мы редко видим посвященные доклады осложнениями. То, с чего Вы начали. Легко делиться успехами, но намного сложнее поделиться своими осложнениями. Спасибо большое. Спасибо за Ваш комментарий. Я бы хотел немножко запомнить, почему важно анализировать осложнения, поскольку мне очень нравится фраза «У кого из хирургов нет осложнений?» «У тех хирургов, которые не оперируют». И в данном контексте, если мы будем анализировать свои осложнения, будем об этом честно говорить, обмениваться опытом, мы сможем выработать какие-то определенные стандарты введения данной категории пациентов. Раз. Второе. Мы сможем выработать общую терминологию, всем будет понятно, что у пациента инфицированная серома это значит вот это, вот это, а мгновение после операционной ранее, вот это. И в данном ключе хотел бы отметить еще следующее, что за развитием каждого осложнения это не только судьба пациента, но и большие финансовые затруднения. Считается, что стоимость лечения одного пациента с инфекцией зоны противного вмешательства может достигать 100 тысяч долларов. А в условиях страховой медицины, скорее всего, к этому придем, мы всегда должны анализировать и с пациентом общаться в каком плане. Вот один из докладчиков отвечал на вопрос, нужно ли использовать онкологический критерий или все-таки функциональный критерий. Ответа на этот вопрос нет. Когда общаешься с онкологами, они говорят однозначно только онкологию, радикализм. Но любой пациент задает вопрос, а буду я ходить после операции? А на этот вопрос ответа нет. Тогда, мне кажется, надо разумный баланс между риском и пользой. Когда пациент дает информированное согласие и он разумно осознает, что в данной ситуации нельзя обеспечить, вероятно, надо обсуждать альтернативные методы лечения. Если функциональный аспект привода. Спасибо. 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 Очень уместные комментарии в расширении вашего сообщения. Очень уместные. Совершенно спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok